Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанция «Говорит Москва» 94,8 FM. Я Леонид Владарский, я буду с вами до 12 часов дня, и с вами будет наш уважаемый гость, историк, доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Здравствуйте, Юрий Николаевич! Добрый день! И речь пойдет в первом часе о книге Юрия Николаевича, которая скоро выходит, называется она «Обратная сторона НЭПа». И мы поговорим о том, что такая новая экономическая политика, кто был за, кто был против, оправдала ли она, возложены ли на нее ожидания и так далее, и так далее. А во второй половине программы «Один час» мы поговорим о Никите Сергеевичу Хрущеве, который оставил неизгладимый след в истории нашей страны. У него 17 апреля день рождения. Ну и мимо такой даты, конечно, мы пройти никак не можем. И Юрий Николаевич расскажет нам о том следе, который оставил Никита Сергеевич Хрущев в истории нашей страны. Но начинаем мы с НЭПа. Юрий Николаевич, представите, пожалуйста, чем вызван НЭП? Что потребовало от большевистского руководства ведение новой экономической политики? Понимаете, несколько лет мировая война, гражданская война разрушали экономику, экономику страны. Но разрушали так же, как разрушали и экономику Великобритании, Германии, Франции. И у нас, и там появлялись из-за условий военного времени распределительная система, то есть карточки, свертывало сельское хозяйство. Для нас это было особенно важно, почему. Если в Европе крестьяне уже давно пахали на тракторах, мы только на лошадке, на сивке нашей. А начиная с августа 2014 года этих лошадок мобилизовывали в армию. Когда кончилось империалистическое, началась гражданское, мобилизовывали и белые, и красные, и зеленые, и синие в крапинку все. И поэтому сельское хозяйство, а в деревне жило 80% населения страны, по сути дела, сдохло. И вот тогда нужно было каким-то образом переходить к нормальной мирной экономике. Во всем мире воевавшем просто отменяли карточки. У нас это оказалось более сложной проблемой, ибо за несколько лет гражданской войны у нас появились сверхрадикалы, которые считали, что вот, мол, и уже начался коммунизм. Поэтому этот период с 18 по 20 называют военным коммунизмом. В чем он заключался? Нулификация денег. Сознательно народный комиссариат, то бишь Министерство финансов, делало все с помощью эмиссий, чтобы превратить денежные знаки просто в ничего не значащие бумажки. А наркомат продовольствия снабжал людей едой, одеждой, обувью. И считалось, что вот он уже коммунизм. Но вдруг оказалось, ну не может человек жить в таких дурацких, глупых условиях. И тогда было решение перейти к чему-то новому, к какой-то новой экономической политике. Инициатором стал Ленин. Он предложил вернуться, грубо говоря... Юрий Николаевич, я прошу прощения, ведь крестьянство военный коммунизм не приняло, просто вот, пожалуйста, поясните, что явилось побуждителем к тому, чтобы Ленин... Очень простая вещь. Чтобы горожанам давать хлеб, картошку, мясо, нужно было это взять в деревне. И вот в деревню приходили продотряды, продовольственные отряды, которые изымали все, оставляя крестьянам столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду. То есть столько на еду. Ну, сколько может крестьянин работать, ничего не получая взамен? И это вылилось в мятежи. Это вылилось в восстание по всей Украине, где были наиболее богатые крестьяне. Это вылилось в восстание в Западной Сибири. Вылилось в так называемую Антоновщину. В восстание в районе Тамбова и соседних областей. И, наконец, мятеж в Кронштадте. Но это я бы рассматривал в последнюю очередь. Потому что, в конце концов, что такое матросы Балтийского флота к весне 21-го года? Ребята, которые отдурели от безделья, весь флот не воевал с 19-го года. Все, кончилось. Два года они кисли в своих коробках, как они называли корабли. Естественно, пьянствовали, гуляли. Ну и результат. Поддались пропаганде эсеров. Советы без коммунистов. Ну, это все бред сивы и кобылы, поэтому всерьез это рассматривать нельзя. Но положение в деревне катастрофическое, которое усилилось тем, что в 20-м году начался голод. У нас любят говорить, голод 21-й год. Возьмите газеты 20-го года, с весны, уже рубрика «Голод». Почему? Потому что у крестьян, во-первых, не было семенного зерна, нечего было сеять. И, во-вторых, не было лошадей. И вот этот кризис деревни, кризис сельского хозяйства вынудил руководство страны отказаться от того, что было. А вот что нужно, ну, простите, но никто этому не учил. Большевики брали власть. Это они знали, как сделать. Как удержаться у власти, как победить в гражданской войне. А как руководить нормальной, мирной, спокойной жизнью страны. Как заниматься экономикой. Но не знали они, никто их этому не учил. И, в общем-то, к этому они не готовились. Почему? И Ленин, и вся его гвардия, Ленинская гвардия, начинали революцию, считая, что сразу она перекинется в Германию. Побезит в Европе. И им уже ничего не нужно будет делать. Все за них решит германский паралитариат. Сильный, организованный. В Германии великолепная промышленность. Все производится. А мы станем сельскохозяйственным придатком. Вот и все. А нету революции в Германии. И тогда придумали, давайте сделаем НЭП. Только на период до победы революции в Германии, в которой они были уверены 100%, а даже на 200%. А что такое НЭП? Это возвращение рыночной экономики. Говоря сегодняшними серминами. Выражалось это в чем? Первое. Свобода торговли. До этого торговля была запрещена. Вместо нее распределение. Во-вторых, допустили иностранный капитал на наш внутренний рынок. Но, правда, в виде концессии. Только концессии. Хочешь, бери в аренду, плати. Денежку за это. И вот американцы взяли грузинский марганец очень скоро. Многие железные дороги уходили в концессию. Но концессии не решали проблем. Почему? Ведь российская экономика перед Первой мировой войной была очень слабой. У нас не производили косы. А без кос тогда крестьянин. Ну, чем он будет косить хлеб? У нас не производили карандаши. Самые обыкновенные, которыми писать. Уже было электричеством, но мы не производили электрических лампочек. У нас не было лекарств, которые мы производили бы до революции. Это все покупали за рубежом. Ничего своего не было. А покупали за счет продажи за рубежом зерна. И вот к этому пришлось вернуться. Но продали зерно за рубежом, купили лампочки, купили карандаши. Но долго ли проживешь на такой системе экономической? Нужно же свое иметь. Хоть минимум. И вот тогда в руководстве партии, а это было и руководство страны, потому что все члены Политбюро занимали очень важные посты в государстве. Но, к примеру, Ленин был главой правительства официально. Членом Политбюро был Рыков, его заместитель по правительству. И так далее, и так далее. И вот им предстояло решать уже не просто введение новой экономической политики, рыночной экономики, но и поиск выхода, что делать дальше. Ну, не начинается революция в Германии. Ну, 21-й еще подождали, 22-й подождали. В 23-м выяснилось, не пойдет Германия на революцию. Провалились все наши попытки в ноябре начать там революцию. И вот тогда-то руководство негласно, неофициально еще пока, раскололось на две группы. Все вместе знали и понимали, нужно возрождать промышленность. Во-первых, восстанавливать бездействующие заводы и фабрики, строить новые. Но как? Откуда взять на это деньги? И вот по этому вопросу-то и произошел главный раскол, который тянулся до конца 20-х годов. Вот имеет к этому отношение, Юрий Николаевич, письмо Троцкого, который пишет о становлении внутрепартийной бюрократии, и сразу потом заявление о 46-ти? Совершенно верно. Все разговоры о каких-то оппозициях и так далее выливались, собственно говоря, в решение одной единственной проблемы. Где взять деньги на восстановление промышленности и на индустриализацию? И вот тут-то оказалось, что первым, кто сказал, нужно строить новые заводы, это был Троцкий. Идея индустриализации, не вообще витавшая в воздухе, а высказанная и облегшаяся в какие-то слова, за Троцким. Далее его, главный специалист в вопросах экономики, Преображенский, очень умный дядя, член ЦК тогда, сказал, единственный способ, другой мы не найдем никогда, это брать огромные налоги снепманов и брать с деревни весь доход, и все это пускать на индустриализацию. Против выступили Бухарин, Рыков, Томский, глава профсоюзов, которые говорили, нет, нужно все это делать черепашьими шагами, медленно, неважно когда, главное не обижать крестьянина. А Бухарин договорился до большего. Он сначала сказал во время одного из своих выступлений, которые вскоре опубликовал в журнале «Большевик», это главный теоретический орган партии, главным редактором которого он был, материал, в котором говорил, для нас чем богаче крестьянин, тем лучше. Поэтому... Обогащайтесь. Обогащайтесь. Ну, говорят, что он от этого через несколько недель отказался. Произнес он, выступая, в феврале, опубликовал в апреле, а отказался публично, три строчки в газете, в декабре, накануне начала съезда. Почему? Потому что на него обрушились все. От Зиновьева и Каменева, Сокольникова, наркома финансов, до Крупской. Почему? Потому что Бухарин начал по-своему интерпретировать написанное Лениным. Ленин писал много. Писал разное. В зависимости от положения сегодняшнего дня. Сегодня вот такая ситуация. Он пишет одно, призывает к одному. Завтра ситуация изменилась, он призывает к другому. Поэтому всегда можно было подобрать любую цитату из Ленина, которая опровергала другие цитаты. Но для того, чтобы воспользовавшись, сказать, вот я истинный ленинец, и вот по Ленину нужно так. То есть к тому моменту, когда Ленин становится недееспособен, возникает необходимость действовать от его имени, а это означает применение как можно больше количества цитат. Не только. Не только. Это означало, как сегодня выясняется, и создание работ, якобы написанных Лениным. Юрий Николаевич, пожалуйста, поподробнее. Когда Ленин становится недееспособным? Ленин окончательно становится недееспособным в конце 23-го года. Осенью будем так вот не очень точно говорить. И вот что любопытно. В начале 90-х годов журнал «Вопросы истории КПСС» опубликовал уникальный материал. Дневник дежурного врача. А в горках? Да, естественно. Это не одного врача, а вот сегодня дежурил этот, делает запись. Там через 8 часов пришел, другой записывает. Опубликовали этот дневник дежурного врача. И вот что я сделал. Положил с одной стороны дневник, а с другой стороны даты, когда Фотиева якобы записала со слов Ленина его последние статьи. Его последние статьи, Юрий Николаевич, назовите их, пожалуйста. Ну, письмо к съезду, самое главное, где он якобы... Завещание якобы. Да. Где он критикует, прежде всего, Сталина. Как нам реагризовывает Раб Крин и так далее, и так далее. И вот я ввел еще одну рубрику рядышком для сравнения. А что говорил товарищ Троцкий перед тем, как появилась та или иная статья Ленина якобы? Оказалось, сначала Троцкий произносит речь и призывает там все отдать под контроль Госплана. Но затем появляется спустя две-три недели, потому что Троцкого не поддерживает, соответствующая статья Ленина на ту же тему. И Троцкий опирается на эту статью Ленина и говорит, вот видите, и Ленин к тому же призывает. При этом, ведь, что любопытно, я уже говорил, Троцкий предлагал совершенно верные вещи. Он только предлагал их не вовремя. Да, нужна индустриализация. Но, ребята, вот сегодня ее начать, вот в этом году мы не можем, нам нужен какой-то разгон, нужно собраться с силами. И если мы хотим из деревни брать деньги на индустриализацию, восстановить эту деревню, дать, чтобы она встала на ноги. А Троцкий торопился. Так вот, что записано в дежурном врачом? Ну, любое число там, вот мы берем, Фоти в этот день записала три страницы статьи Ленина. Открываем дневник дежурного врача. Тот записывает. Ленин проснулся поздно, плохо себя чувствовал, пришла к нему Крупская, он пытался что-то ей сказать, но не мог, у него появились слезы на глазах. Крупская не понимала, что говорит Ленин. Мог он в этот же день продиктовать две-три страницы умного текста. Сомнительно. Более чем сомнительно, более чем сомнительно. И вот так по всем датам, когда якобы были надиктованы им эти статьи. Дальше. Ведь всегда должны быть какие-то доказательства. Ну, предположим, он надиктовал. Ну, сделай закорючку на этом тексте. А, записывай. из моих слов или просто роспись. Ничего. Ведь мы имеем только машинопись, где нету точки или запятой, сделанной Лениным. Только подпись Фотевой. На каком основании мы признали эти материалы ленинскими? А они появились-то только при товарище Хрущеве. Только тогда, когда он занял ярую антисталинскую позицию. И вот как прежде в момент появления этих статей они работали на Троцкого на подтверждение его идей, так и потом уже при Хрущеве эти статьи работали против Сталина для подкрепления позиций Хрущева, обращенных в прошлое. Юрий Николаевич, давайте вернемся к теме вашей книги, которая называется «Обратная сторона НЭПа». Собственно, к НЭПу. Я думаю, те, кого интересует этот вопрос истории нашей страны, он важнейший, купят книгу... Через два месяца. Через два месяца купят книгу и ознакомят с ее содержанием. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, польза НЭПа, если таковая была, это вопрос к вам, и когда стало ясно, что НЭП там надо сворачивать, и правильно ли это сделали, и какое было влияние НЭПа на общество и на партию? С удовольствием буду говорить по этому вопросу. То, что НЭП себя исчерпал, просто дав деревне возможность встать на ноги, вернуться к прежнему, не очень высокому уровню развития, ниже, чем в Америке, во Франции, в Германии, по урожайности, по надою коров, показатели абсолютно сравнимые и честные. Мы же собирали с десятины, ну, в переводе ее в гектар, в два-три раза меньше зерна, чем это делали немцы. Но, простите, Германия никогда не говорила, что она аграрная страна, у нее замечательные урожаи и прочее, и не жила на урожае, а жила на доходы от тяжелой промышленности, прежде всего. Мы кичили своим сельским хозяйством, которое было, ну, можно честно говорить, самым отсталым в Европе. Юрий Николаевич, я, извините, пять секунд, желающий ознакомиться с этим, со слов очевидца, Сантаков-Щедрин за рубежом. Вот когда он переезжает в Вершболово через границу Российской империи и Германии, вот там, ну, немало страниц посвящено сравнению сельского хозяйства Германии и Российской империи. Вот за эти 50 лет ничего не изменилось, а даже, скорее, ухудшилось, потому что в это время уже все сельское хозяйство Европы и Северной Америки перешло на тракторы, появились комбайны, автомобили, все, чего у нас не было. Так вот, за два года, даже сельскохозяйственных, можно сказать, 21-22, деревня восстановилась в том виде, в каком была прежде. Но, оказалось, этого уже в 23-24 годах не годится. Почему? Да, вместо того, чтобы забирать продотрядами все, что было у крестьян, произведено в город, от этого отказались, ввели единый сельскохозяйственный налог, но оказалось, что крестьянин не в состоянии при его уровне хозяйства он может платить этот налог. и начинается примерно миллион крестьян в сезон уходят в город на заработки только для того, чтобы заплатить этими деньгами единый сельскохозяйственный налог. Другие крестьяне поступают проще, сколачивают банты и рядом железная дорога нападают как в американских фильмах на поезда грабят и этими деньгами оплачивают налоги. Либо нападают, если рядом большая судоходная река, на пароходы их грабят в Ленинград. Юрий Николаевич, это все архивные материалы? Ну, не только, это уже многое опубликовано. А, нет, так это я... Да, это архивные материалы, которые в последнее время уже опубликованы. Вот что главное. И... А что принес свободу торговли? Только лишь. Как говорили все наши руководители, НЭП превратился в НЭП-маншу, жирную, богато одетую, которая по Кузнецкому мосту гуляет с баллонкой. НЭП это роскошные магазины парфюмерии французской, одежды французской, обуви, кафе, рестораны. Все. Вот что дал НЭП. У нас сейчас новости, а после новостей мы продолжим разговор с Юлием Николаевичем Жуковым, который сегодня у нас в гостях. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Право знать. Говорит Москва. Объясню. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция Говорит Москва, 94,8 ФМ. У нас сегодня в гостях Юрий Николаевич Жуков, и мы с ним в первом честью говорим о его книге «Обратная сторона НЭПа», которая выйдет через два, через четыре, через два месяца, через два месяца. Ваши вопросы вы можете присылать в виде смс-сообщения плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки девяносто четыре и восемь. Или сообщение на твиттер «Собака говорит СМК в одно слово». Телефон в первом часе включаться не будет. Мы не будем терять время на людей, я не обобщаю, которые не могут сформулировать вопрос, и мы не будем терять временно дилетантов, которые считают, что их мнение правильное. А присылайте ваши вопросы. Если это правомощные вопросы, интересные, Юрий Николаевич с удовольствием на них ответит. Пока приходят вопросы, которые подлежат моментальной отправке в мусорный бак. Но вот один вопрос. Россия была мировым экспортером зерна. Точка. Бах! Ну, я думаю, Ганн Себастьян. Ну, наверное. Да. Потому что мировыми лидерами продажи зерна были Аргентина и Канада. Потом подобралась еще и Америка. Америка, Соединенные Штаты. Да, мы вывозили много. Америка. За счет Латифундией на юге. В те самые месяцы, когда в стране царил голод. Откройте Брагауза и Фрона. Издан до революции. Посмотрите статью «Голод». Неурожай. Каждый третий год Россия погружалась в неурожай и голод. И людей нужно было спасать от голодной смерти. Вот и мировой лидер. Мы брали не качество, мы брали количеством. Только и всего. Но вернемся к нашему НЭПу. Я рассказал о положении в деревне. Никудышное. Еще хуже положение в городе с промышленностью. Большая часть заводов закрыта. Миллион примерно рабочих безработные. На бирже труда. На бирже труда зарегистрированы. А сколько не зарегистрировано неизвестно. То что производится производится плохого качества. Низкая производительность труда и отсюда высокие цены на продукцию. И начинается то что было названо Троцким в те годы ножницами. Слишком высокие цены промышленной продукции которые предназначены для деревни и слишком низкая цена хлеба мяса молока и так далее. Разрыв. И вот уже это и стало показателем. НЭП сам по себе рыночные отношения сами по себе ничего не решат. А усугубилось все в 25 году. 25 год второй по величине за четверть века урожай. Подобный был только в 1911 году. Огромный урожай. Прикинули, посчитали, бросились продавать на мировом рынке. Продали по цене рубль 50 пут. Рубль 50 золотого червонца. Да, это уже новый рубль. Да, это новый, твердый, настоящий. Начали скупать у крестьян. У крестьян. Потому что откуда иначе взять? А крестьяне, наслушавшись Бухарина, сообразив, что по закону они могут продавать, а могут и не продавать, сказали нет. Они не хотели по рублю рублю двадцати, чтобы дать государству доход в тридцать копеек всего. Они сказали два рубля, не меньше. И стали прятать зерно, пригодиться на следующий год, продадим потом, наверное, не будет урожая. Не бывает так в России, что два года подряд урожай хорош. Да, из города подъедут, обменяют. Да. И государство погорело на этом. Потеряло огромные деньги на продажи, рухнули экспортно-импортные планы. То есть получить от экспорта столько-то, на эти деньги купить столько-то необходимого за рубежом и еще что-то оставить на будущее. А будущее выразил к этому моменту товарищ Зержинский. Все до сих пор считают, что он занимался только одним. ЧК. ЧК. А он был великим организатором. А он от ЧК отошел уже примерно в 20-м году, когда занялся восстановлением железных дорог. Беспризорщины потом. Беспризорщины это еще раньше по линии он был еще и нарком внутренних дел. это уже не ЧК ГПУ а милиция. Но главной задачей он себе поставил в 23-м году, получив пост председателя ВСНХ Высший Совет Народного Хозяйства Страны. То есть все будущие экономические министерства соединялись в этой организации. Изучив положение, выслушав компетентных умных специалистов он сказал нам не следует тратить деньги просто на восстановление старых заводов и фабрик. Они устарели и оборудование их сто раз уже устарело. Нам нужно строить новые предприятия такие которые отвечают новейшим достижениям западной техники. пока покупать потом производить оборудование для них станки и более того мы должны эти свои работы рассчитать на несколько лет вперед и впервые произнес слова пятилетний план. То есть идея пятилетнего плана она ему принадлежит. Конечно конечно безусловно при этом он тщательно объяснял растолковывал на партконференциях на партсъездах что он имеет ввиду и почему он считает это единственно правильным. Потому что раз государство взяло на себя ответственное за экономику оно не может просто так вот а давайте сегодня построим там текстильную фабрику а завтра там построим такую. Нужно сначала узнать где строить строить в тех местах которые ближе всего к сырью будь это хлопок или уголь или железная руда и нужно чтобы рядом была железная дорога либо судоходная река и источник электроэнергии ко всему прочему и вот это все учитывая и посмотреть где что строить а когда будет зависеть от последовательности сначала нужна металлургия затем нужно станкостроение а затем уже и все остальное но при этом Дзержинский выделял необходимость прежде всего трактора строения своего потому что мы без конца покупали ежегодно по 15-20 тысяч тракторов в Америке а могли уже сами производить на Пусиловском заводе в Петрограде в Харькове еще в ряде городов уже начали производство тракторов еще дорогих не очень хороших ну как всегда бывает ну первым блинкомом только и всего и необходимо было начинать именно с трактора строения для сельского хозяйства во-первых и во-вторых производство удобрений удобрений о которых в русской деревне не знали единственное удобрение это навоз но весь мир пользовался уже химическими удобрениями которые производили на предприятиях и они сразу увеличивали урожай во много раз и Троцкий называл ой Троцкий Зержинский называл цифры урожаев в Бельгии и в России и говорил за счет чего это все получается почему голландцы получают с гектара больше зерна чем у нас на Украине удобрения удобрения еще раз удобрения и во-вторых машинизация сельского хозяйства а не все вытянет наша совраска от этого нужно было отказываться и вот здесь снова у нас происходит поворот 26 год по вопросу о том что делать с НЭПом как от него отказаться мягко и незаметно опять раскол наверху Бухарин Рыков Томский по прежнему считают ориентация на мировую революцию когда бы она не произошла а пока потихонечку получая небольшие доходы от экспорта и будем двигаться в промышленности в индустриализации и радикалы Зиновьев Троцкий Каменев Сокольников при этом ведь Сокольников к этому моменту среди высших партийных и экономических кругов заслужил огромную благодарность за то что он настоял на восстановлении государственной монополии на производство водки 40 градусной что было сделано в начале 25 года некоторые считающие себя знатоками истории почему-то говорят Рыковка не Рыков к этому отношению имел Сокольников бился за это против Троцкого против Крупской которые доказывали нельзя спаивать население а Сокольников объяснял все равно в деревне гонят самогон в жутких количествах травятся им лучше выпускать очищенную нормальную водку стандартную государство отвечает за ее качество значит если нужны подтверждения современников Булгакова читайте его фильетоны каждый второй участник в каждом филетоне участник самогон Ильфа Петров и особенно Михаил Кольцов это к тому что если Юрий Николаевич говорит у него на это есть документы у него на это есть текст вот Юрий Николаевич да смотрите вы извините ну через е ну бывает бывает ну не учились в школе да вы там говорите ваши сказки о советской власти не вписываются в обстановку происходящую обстановка происходящая бывает тоже а в те годы экономическим вы подчистую замалчиваете граждан скажем а вы слушайте сначала и вот тогда будет вам счастье не надо включаться в середине хотя все по разному складывается но мнить что это вы истина в последней инстанции не нужно я просто избавляю Юрия Николаевича от ответа на подобное Юрий Николаевич да то есть вот к этому времени НЭП исчерпывает себя абсолютно это стало понятно всем и споры шли только о том как его резко прервать либо спустить на тормозах есть такое русское выражение медленно потихоньку в двадцать шестом году а к этому времени уже ленинская цитата это серьезный аргумент уже ленинские цитаты стали напоминать теннисный мячик который летает одного игрока к другому и каждый может послать его куда угодно в какую угодно сторону поэтому уже от Ленина отстранялись и приходилось давать свои предложения основанные на фактах а не на цитатах и вот в двадцать шестом году победила временно та группировка которую через три года назовут правым уклоном Бухарин Рыков Томский еще несколько менее известных сегодня людей но стоящие во главе страны они считали не спеша сколько есть дохода от экспорта столько и пойдет на индустриализацию но нет значит оттянется на несколько лет индустриализация и сами называли такое движение черепашьим шагом не стесняясь только в двадцать восьмом году возобладала группировка иная та которая настаивала на резком переходе от НЭПа к индустриализации эта идея идея Дзержинского уже умершего он умер в двадцать шестом году защищая свои позиции от правых облеклась форму первой пятилетки к сожалению мы с ней запоздали если бы мы начали в двадцать пятом даже в двадцать шестом году пятилетку мы бы ее успели выполнить полнее почему мы опоздали осень двадцать восьмого года начинаем по сути дела в двадцать девятом а в двадцать девятом году что? мировой кризис а мы к этому уже купили все заводы у американцев англичан мы купили оборудование для них у тех же фирм форда маккорбака и так далее и так далее и строительные машины в германии но купили в долг под доходы от экспорта а экспорт весь рухнул мировой кризис никто не хочет покупать хочет только продавать мы с величайшим трудом сумели удержаться на нефтяном рынке каким образом мы дали взятку колусту гульбекену владельцу ирак петролю до сих пор иракская нефть масул курдистан как угодно назовите привлекает внимание всех и наших специалистов нефтяников и американцев которые устроили бойню в Ираке ради этой же нефти так вот мы колусту гульбекену который собирал живопись старую продали дюжину картин из Эрмитажа по ценам рыночным того времени кризисным скажем честно но за это гульбекен стал продавать нашу нефть как свою у него у него уже была квота на мировом рынке очень значительная если вас это интересует подробнее читайте книгу автор Юрий Николаевич Жуков называется она операция Эрмитаж и мы по сути дела за эту дюжину картин получили в сто крат больше чем просто впрямую от колуста как за холсты то же самое мы проделали с американским миллионером Мелоном который в тот момент был еще и немножко министром страны и вот Мелон за то что мы ему несколько картин продали пустил нас на внутренний американский рынок с нашим марганцем с нашими спичками черти с чем без чего американцы могли в принципе обходиться но уж появилось на рынке а наша дешевле брали земпингом и поэтому тоже получили доход ведь не забывайте до примерно середины 30-х годов все автомобилисты великобритании заправлялись на бензоколонках с нашим бензином тоже было в германии все герои реварка три товарища гоняют а заправлялись они на заправках с нашим бензином что пресек гитлер когда выяснил придя к власти с ужасом эти большевики оказывается из нас сосут деньги за свой бензин и прикрыл эту фирму и вот благодаря вот таким ходам благодаря экспорту в том числе экспорту рогов и копыт да вы говорили об этом мы сумели в первую пятилетку если и не запустить то построить те заводы и комбинаты без которых не могли быть это запорожский металлургический комбинат магнитогорский кузнецкий которые в сибири то есть это все вот идеи Дзержинского обретали плоти кровь правда потом вторую пятилетку нам пришлось доводить эти предприятия но все-таки довели мало этого в первую пятилетку построили те тракторные заводы которые через пять лет стали танковыми вот в чем заслуга как получилось что вдруг двинулось место эта идея да очень просто Сталин который не участвовал ни в каких экономических дискуссиях депутатах прениях по поводу того что и как в области народного хозяйства понял уже в двадцать восьмом году без промышленности нам крышка гроб и тогда пустил все возможное от него зависящее в виде секретариата партии и добился вынесения на обсуждение и принятие первого пятилетнего плана мало этого когда все казалось бы рухнуло в начале тридцатого года все но нету денег можно консервировать все стройки и забыть о надеждах он взял на себя ответственность за завершение пусть минимума но все таки необходимого минимума пятилетки и вот с февраля тридцать первого года Сталин и становится тем Сталином которого мы сегодня себе воображаем представляем считаем вот вот такой да практически Сталин становится государственно-политическим деятелем Иосифом Сталином которого сегодня все мы знаем как такового вот только с февраля тридцать первого года Игорь Николаевич я у вас еще 15 секунд отниму да значит ну я просто объясняю почему я не включаю телефон бах он опять прислал если Ленин делал революцию на немецкие деньги то как он мог хотеть революции в Германии учите покойно сейчас не учите матчасть можно я отвечу на этот идиотский вопрос хорошо в Ленинской библиотеке в исторической есть комплекты вестника временного правительства это официоз где публиковались указы постановления только официальные документы временного правительства то ли в середине то ли в конце июня в этом вестнике опубликовано заявление министерства иностранных дел России где говорится вот черносотинцы обвиняют временное правительство что оно пришло к власти и существует на немецкие деньги объясняем да действительно в Россию поступают немецкие деньги но как содержание для интернированных гражданских лиц и воиноприятных наверно нет только гражданских интернированных лиц эти деньги поступали и через Америку но с момента когда Америка в 17-м году вступила в войну эти деньги стали поступать через Швецию все было объяснено но когда нужно было в чем-то обвинить большевиков по приказу французской военной миссии эту же клевету выдумку как угодно назовите обратили против большевиков якобы на них шли эти же самые деньги на минуту все забыли что было заявлено официально министерством иностранных дел России более того 2 или 3 года назад вышла книга сборник документов по 17-му году где подробно разбирается на основе французских и немецких документов этот вопрос уже все люди кого это интересовало действительно знают ну нежели большевики на немецкие деньги но не было этого кстати говоря вот нам прислал сообщение 0 968 619 зверев он пишет министр финансов 36-го года вкратце он пишет о той коррупции которую породил нефть не позднее не сам по себе неп а позднее дело в том что когда началось свертывание НЭПа то есть выполнение идей Троцкого и Преображенского по изъятию сбережений у НЭПМанов их сажать было не за что еще не было такого экономического преступления но их просто отобрав у них все доллары фонды и швейцарские франки отправляли в так называемый на Рымский край в Сибирь это даже не ссылка была а просто депортация в глухие места и вот эти ребята там ухитрились в Сибири связаться с серьезными уголовниками когда эти уже бывшие НЭПМаны вернулись спустя 5 лет в свои родные города кем они могли работать при социалистической промышленности уже не было честно снабженцами 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 и вот работая снабженцами обменивая то что было у их завода на то что имелось у другого завода научились зарабатывать деньги наличные деньги наличные деньги на недостатках советской экономики и расцвело это все не в 30-е годы а в годы отечественной войны в системе военторга подконтрольного товарищу Микояну вот там и проходили самые главные операции теневой экономики да и вот чтобы ну уже покончить с НЭПМ скажу то что никто наверное не знает и не думал об этом НЭПМ был прикрыт не Сталином а Хрущевым в 1961 году после принятия новой программы партии которая предполагала построение коммунизма ровно через 20 лет ну и вместо этого провели Олимпиаду совершенно верно сейчас у нас будут новости а после этого мы поговорим с Юрием Николаевичем Жуковым о Никите Сергеевиче Хрущеве внимание внимание Говорит Москва 94,8 Внимание Говорит Москва 94,8 Говорит Москва Уважаемые радиослушатели еще раз здравствуйте Радиостанция Говорит Москва 94,8 ФМ я Леонид Владарский и на нашей радиостанции сегодня уважаемый гость Юрий Николаевич Жуков я мы с ними разговаривали то есть как я спрашивал он отвечал по поводу НЭПа и я еще раз напомню через два месяца выходит книга Юрия Николаевича Жукова обратная сторона НЭПа если вы хотите видеть полную картину покупайте и читайте вас благодарят Юрий Николаевич достаточно много сообщений в которых вас благодарят в общем приятно да 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 вот Любовь пишет что спасибо за умного гостя обязательно куплю книги Юрия Николаевича если сумеет я просто хочу сказать что книга Юрия Николаевича Жукова иной Сталин в общем я считаю для нашей истории книга революционная абсолютно революционная в хорошем смысле этого слова она есть в интернете ее можно скачать или ее просто можно читать с монитора как удобнее ну а там то что вы говорите про одно а замалчиваете другое вы читайте вы читайте или спрашивайте дальше вот Абдул Хамид я не буду называть имена которые он там цитирует чести много будет очень но это знаете теле псевдоисторики бывают бывают да 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 попадаются 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 кто ловит рыбу кто охотится кто интересуется историей ну вот и он вас благодарит и пишет а что делать с этими вот горе псевдо телеисториками у них же ведь ну в последнее время то поменьше им дадут ну что Сванидзе выкинули наконец так с каналов Млечин перешел на зарубежные темы Кеннеди и так далее и так далее то что про Кеннеди имеет весьма отдаленное отношение ну не важно но все равно он ушел от нашей проблематики от нашей истории да так что вроде бы немножко очистилось пространство телевизионное и там уже практически нету одиозных фигур одиозных которые вызывали недовольство одним своим появлением потому что все уже знали что они будут нести какую околесицу Юрий Николаевич и опять не хочу называть эту фамилию Абдул Хамидову называют псевдоисториком это человек однофамилия еще другое не однофамилия родственника еще одного одежного персонажа вот он постоянно говорит о том как было хорошо в царской России вот Абдринадцатый год как Россия развивалась неуклонно я бы людям которые верят таким басням посоветовал бы взять дореволюционные энциклопедии последние уже не Брагауса новая энциклопедия энциклопедический словарь начал выходить буквально перед самой первой мировой войной я думаю все поверят что это не мои придумки и не придумки большевиков книги где данные на десятый двенадцатый четырнадцатый год так по ним оказывается промышленных стран в мире тогда к четырнадцатому году было немного на первом месте Соединенные Штаты на втором Германия на третьем Великобритания на четвертом Франция на пятом Бельгия с ее металлургией с ее шахтами и на шестом Россия на этом список завершается не было просто других стран мы занимали последнее место среди промышленно развитых стран и повторяю это легко проверить заглянув в дореволюционные энциклопезии энциклопезические справочники справочники экономические и так далее и туда и туда же наверное надо отправить людей которые рисуют крестьянскую жизнь Россия как рай да забывая что в районе деревянная саха катались на тракторах и комбайнах в аду вернее а в нашем раю истощенная кляча тащила деревянную саху а собирали урожай с помощью косы вот и вся техника и плюс каждый третий год не урожай голод и вся Россия стоит на ушах что делать дальше еще один вопрос вот этот вопрос очень даже я считаю как вы относитесь к генералу Волкогонову как к историку генерал Волкогонов никогда не был историком генерал Волкогонов полисруком был человеком который организовывал политическую пропаганду в вооруженных силах нашей страны когда произошли мягко говоря известные события перестройка с вытекающими неприятными последствиями его подобрали и использовали как пропагандиста но прямо обратных идей ему предоставили архивные документы которые сначала в виде фотокопий были проданы в Соединенные Штаты а затем на основе их но весьма выборочных работавших только на определенную концепцию Волкогонов стал писать свои книги главным образом для того чтобы под видом первой большой аж двухтомной биографии Сталина дискредитировать его дискредитировать Лейна всех кого только можно для чего чтобы перечеркнуть советское прошлое в котором он был генералом коммунистом и занимался коммунистической пропагандой вот сообщение 7 916 5 47 иной Сталин есть в книжном на Лубянке я думаю речь идет о библиоглобусе наверное так что вот видите а может быть и в кабинетах Лубянки я не знаю что поиметь в виду под Лубянкой я надеюсь что в кабинетах Лубянки вашего иного Сталина читать и так присылайте ваши вопросы в виде смс плюс 7 925 4 восьмерки 9 4 и 8 и твиттер собака говорит МСК в одно слово и так Юрий Николаевич Никита Сергеевич Хрущев прикрыл НЭП не Сталин да это мы уже да но Никита Сергеевич Хрущев он политический деятель да как ни политический деятель и государственный никуда от этого не уйти мы не будем говорить откуда он образование два класса скажите а вот в разных биографиях пишут что его послали учиться в промоакадемии объясняю промоакадемии в нашей стране было две одна в Ленинграде имени Сталина вторая в Москве туда принимали лиц с высшим образованием либо с незаконченным высшим образованием техническим потому что там в этих двух академиях готовили людей на должности не ниже главного инженера предприятия им давали курсы лекции которые основывались на новейших достижениях западной техники чтобы они знали что делается в мире восстанавливали их знания и потом по окончанию они шли директором там магнитогорского комбината главным инженером его в худшем случае начальником цеха в худшем Хрущев физически не мог учиться в промоакадемии потому что он умел только читать писать и считать высшую математику ну не одолеть неграмотному человеку как сегодня пишут не осилил да физику химию его направили в промоакадемию с другой целью тогда шла борьба с теми самыми правами о которых я говорил а в этой академии как подозревали очень много сторонников Бухарина Рыкова и поэтому Каганович который продвигал Хрущева на Украине приехав в Москву и заняв более высокий пост направил его как своего человека в академию где Никиту тут же через две недели кооптировали освобожденным секретарем парткома промоакадемии вот что он там делал и дальше тут же по заданию ЦК он пишет огромную статью разоблачающую правых среди слушателей промоакадемии московской вправде опубликовано Юрий Николаевич огромное спасибо за разъяснение так с образованием мы закрыли да с 31 года в Москве да секретарь одного Тень Кагановича Тень Кагановича произрастает в тени Кагановича а вот с 35 по 38 первый секретарь МГК МК будем говорить 37 потому что 20 января он уже покосил в Киев 38 года да тут речь идет о трех неделях а если просто сказать целый год получается один из наиболее жестоких секретарей секретарей на втором месте по кровожадности как я уже привык говорить первый эйхи второй Никита Сергеевич третий Паскребышев так это ой не Постошев Постошев Пал Палыч договорился Постошев да вот все так отличился так как мало кто отличался да да был отправлен на Украину и в январе для того же самого потому что в Москве перед отъездом произносят речь призывая этих подлых собак Бухарина Рыкова и так далее в расход все могут прочитать в московской правде опубликованной речи одну секундочку нам один слушатель прислал сообщение что прочел выступление Хрущева на 70-летие Сталина да да но как у нас нынче говорят залезал все залезал и возмущается этим человеком не надо возмущаться нужно понимать что такие люди как Хрущев это чиновники до мозга костей они все конформисты они всегда с большинством они всегда за начальников своих что бы те ни делали если меняются начальники это плохо начальнику а не ему чиновнику потому что он тут же будет облизывать следующего и словословить его в 30 январь 38 он член политбюро да да он член политбюро и скажите пожалуйста вот на каких ролях он в политбюро ну объясню на самых простых он просто представляет Украину уже так повелось что такую республику как Украина ну вторая по величине по значимости по всему ну не могут возглавлять люди вообще ведь там даже когда отправили туда Кагановича уже создали свое политбюро это была единственная цк союзной республики где было свое политбюро как в Москве но конфетку дали ребятам Каганович был генеральный секретарь компартии Украины при своем политбюро и вот то же самое продолжилось уже и с Никитой чтобы подчеркнуть значимость не Хрущева нет Украины первый секретарь компартии Украины и был членом политбюро но естественно он далеко не на всех заседаниях политбюро присутствовал и его далеко не всегда звали ЗИЦ член политбюро да да пожалуйста вот вопрос Юрий Николаевич просто как бы роль Берии в создании атомной бомбы колоссальная ленивый не прочел да конечно все это уже знают огромный материал огромный есть материал по этому поводу интереснейшая вышла книга кстати говоря я не помню автор называется Уран для Берии это про добычу урана в Синдзяно-Уйгурском в автономном районе Китая но не только там добывали и в Таджикистане и даже в нашей зоне оккупации Германии и в Болгарии в Сюрингии и в Болгарии ну понятно да и в Чехословакии главное да и вы знаете вопрос кто приказал убить Есенина вы смотрите телесериалы там наверняка мы не убивали его более того государство взяло на себя расходы по похоронам Есенина заплатила за памятник Есенину на могиле государство понимало ну значение популярность Есенина да не одобряла его кабацкие мотивы но то что это был поэт либо номер один либо номер два да с этим никто не спорил и поэтому государство все оплатило и кстати говоря а вы посмотрите на компанию которую водил Есенин ой вот и все вы посмотрите это все открыто абсолютно и я разговаривал с одним кстати после смерти Есенина был издан двухтомничек карманного формата сборник всех публикаций в газетах о есенина нарушениях закона пьянки аресты штрафы и так далее драки все два тома и кстати говоря я разговаривал с людьми которые они видели бумаги по смерти Есенина но естественно очевидно они что-то не могли сказать но они предполагают что слышал то и вам рассказываю что была пьяная драка и ему кто-то дал в лицо он упал и ударился виском а дальше началось обычное уголовное заметание следов при этом я не понимаю почему нас сегодня любого умершего пытаются сделать убитым кто бы не умер из известных людей тот же находится желтый журналист который чтобы прославить свое имя говорит его убили кто не важно убили вообще доказательств нет так потому что их и скрыли конечно вот так вот конечно так перемещение крымских татар чеченского народа Игорь пыхалов книга называется как Сталин выселял народы читайте как вы к этой книге отнесетесь я не знаю но она вся на документах абсолютно вся книга на документах вы для себя там откроете колоссальное количество интересов итак Хрущев во время войны член военных советов трех фронтов где никогда ничего не делал потому что член военного совета ну это комиссар фронта но будет кто-то слушать неграмотного не понимающего ничего в военных делах человека член военного совета отвечал за работу партийных и комсомольских организаций фронта то есть фронта армии дивизии полков только и всего и наверное чем ближе шло к победе тем больше на него командующий фронта плевал да всегда на них плевали всегда да им говорили каждый сверчок знай свой шесток отец моего друга очень близкого в сорок третьем или в сорок четвертом году дал по морде мех лесу на заседание военного совета и ничего с ним не было правильно ничего с ним не было он был военным летчиком да да еще к тому же все эти ребята партийные понимали свою роль и не стремились доказывать что они есть кто-то юрий николаевич если вы не против давайте пропустим период войны или чего он во время войны роль его не шибко велика была конечно нет мы пропустим период интриг после смерти Сталина заговор против Берии придем к 1953 году все он становится главой советского союза нет он становится первым секретарем юрий николаевич я просто к тому что давайте начнем с того он хозяин в стране да вот в роли первого секретаря да 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 сначала он купил членов ЦК и партийную номенклатуру вернув им те привилегии которые у них изъял Маленков за это его единогласно избрали первым секретарем нарушив постановление мартовское о коллективном руководстве первое что делает дорогой Никита Сергеевич добивается должности заместителя председателя совета министров СССР тире председатель бюро совмина по сельскому хозяйству для чего а для того чтобы его вздорную идею о целине проводить в жизнь к целине мы вернемся юрий Николаевич вот вопрос великая реабилитация по Хрущеву 20-й съезд закрытый доклад вот его многие вот он великий либерал он освободил хорошо давайте об этом поговорим реабилитация началась в 52-м году началась не Хрущевом Берии во второй раз первый раз Берия проводила реабилитацию в 38-м вторую начал в 52-м предлог ареста Бакумова да министр госбезопасности да и формально это все подводилось под неблаговидные дела Бакумова хотя просто для начала Берия устранял людей Бакумова в системе МГБ да но Юрий Николаевич ведь Берия после окончания войны был отодвинут от госбезопасности на далекие далекие расстояния на далекие расстояния и он вернулся в свою систему в 52-м 52-м году после того как уже испытали атомную бомбу и когда была готова водородная речь стояла о том когда провести ее испытания испытывали ее в 53-м летом лет это это пояснение для слушателей да и еще уже к этому времени второй важный проект пошел вовсю Бериевский это создание ракет в будущем космической для начала межконтинентальных а затем уже на их основе тех которые понесут и спутник и гагарин и так далее и так далее вот эти два дела Берия имел в своем активе к смерти Сталина и все таки да автор первой реабилитации так сказать Берия 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 а Хрущев воспользовался всем что было сделано другими перед ним он себе приписал особую роль в освоении космоса а это уже было все приготовлено то есть ракетостроение атомного оружия на основе чего он там разгонял военно-морской флот предлагал уничтожать его полностью и прочее прочее он сам не стал инициатором ни одного нового оригинального плана который резко продвинул бы нашу страну вперед и то же самое произошло с Целеной с Целеной он вообще просто загубил сельское хозяйство и России и Казахстана и то же самое у него произошло с кукурузой да беспорно и то же самое все его эти реформы вооруженных сил бесконечные то сокращение армии то пополнение и все при этом тут нужно отметить одно не будь наших твердокаменных чиновников от партии и от государства неважно они всегда одни и те же которые слепо не просто выполняют приказ выше настоящего а как Сухово Кобылин в одной из своих пьес говорил если нужно побегу впереди паровоза прогресса чиновники всегда стараются бежать впереди задание начальника кукуруза да необходимо на силос где растет отличный силос корм скоту на юге где созревает домолочно-восковой тоже но все же хотели вперед на север так же как и Никита кинул в 57 году идею обгоним Соединенные Штаты по производству мяса молока на душу населения за три года подозревал лучше за два года этот специалист по сельскому хозяйству не знал оказывается сколько нужно времени чтобы корова забеременела произвела теленка и через сколько лет он стал способен производить молоко или быть готов для мяса даже этого не было в голове у Никиты и судя по всему именно при нем вернулись к мировой революции Троцкого совершенно верно потому что если внимательно прочитать все выступления доклады Хрущева проанализировать бесспорно одно Хрущев не имея ничего своего за душой но откуда у него грамотного человека изначально еще в 20-е годы стал ориентироваться на Троцкого но очень мудро не голосую за него но вбирая все что говорил Троцкий Троткиса и так далее почему он с удовольствием на правах накинулся в промоакадемии и он стал по сути дела инициатором очень дорого обошедшейся нам помощи неприсоединившимся странам что такое неприсоединившиеся страны было НАТО был Ближневосточный или Багдадский пакт был Сеат Юго-Восточной Азии Эти блоки окружали нас со всех сторон но не все я прошу прощения Юрий Николаевич у нас новости а после новостей мы продолжим и вы сможете задать ваши вопросы Юрию Николаевичу внимание внимание говорит Москва 94 и 8 Добрый день уважаемые радиослушатели радиосанкция говорит Москва у нас в гостях историк доктора исторических наук Юрий Николаевич Джуков и мы говорим о личности Никиты Сергеевича Кручева то есть при нем началась помощь там каким-то партизанским движением во-первых финансирование Египта Алжира Гвиней и так далее Индии Бирмы Афганистана с чего мы начинали мы им поставляли бесплатно оружие которое обходилось довольно дорого нам налогоплательщикам а потом расширение поддержка национально-освободительных движений партизанов но как это всегда окончается так как мы ставили делали ставку на одного человека когда он умирал или его убивали или свергали мы теряли в этой стране все поэтому вот с такой абстрактной политикой помощи это получались выброшенные на ветер деньги при этом один раз мы чуть действительно было не начали третью мировую войну я говорю не о кубинском кризисе я говорю о 63 годе тогда когда Индонезия Сукарно решила завоевать западную часть Новой Гвинеи Новой Гвинеи только потому что когда-то она принадлежала тоже Индонезии как вся то есть Нидерландам как и вся Индонезия при этом на Новой Гвинеи живут отнюдь не малайцы а люди черной кожи и так далее и так далее то есть никаких оснований не было но решил и тут же Никита подсуетился и распорядился отправить наши подводные лодки естественно военные воды Индонезии для того чтобы бороться с Нидерландским флотом Нидерланды члены НАТО нападение на одну страну НАТО вступает весь блок НАТО и плюс еще два военных блока хорошо не потребовалось нашим лодкам пускать торпеды не потребовалось но это случайность но вот ум Никиты Сергеевича великий ум Юрий Николаевич вы же когда работали в те времена вы по-моему имели ну скажем вы знакомились с его какими-то там заявлениями ну а как же я работал в ВПН и там мы знакомились прежде всего со вчерашними газетами со всего мира и журналами тоже вчерашними со всего мира со всей недоступной стране информацией на основании чего только и могли заниматься действительно пропагандой сегодня столь неудачной потому что все связано только с интернетом что там прочитают темы распоряжаются и тогда нам приходилось все читать что говорит пишет Хрущев чтобы использовать и так далее и даже один раз мне удалось или посчастливилось быть редактором двух фраз Хрущева был была круглая годовщина нашего журнала в Мексике журнал СССР ну издавали так же как в США издавали журнал Америка и так далее и так далее то же самое делали мы во всех странах мира и я решил ну хорошо бы Хрущев это был 63 год поздравил читателей с этой датой нравы у нас были ВПН таковы что мне начальство сказала тебе нужен Хрущев ты обращайся я написал текст за него связался с его канцелярией направил через сутки пришел фельдкурьер привез мне огромный белый пакет в котором был огромный черный пакет чтобы на свет не прочитали что там пишет Хрущев а там был мой текст на идеальной бумаге идеально переписан с подписью Хрущев я паспорт или собачку как в газетах называют оформил автор Хрущев редактор Жуков без оплаты я решил мне платить денег и все пошло и вот знакомились со всем этим и с каждым годом с каждым месяцем приходили в ужас от того что говорит и пытается делать Хрущев ведь сегодня многие знают об антипартийной группе Молотов Каганович Маленьков и Шепилов но никто не знает что то что происходило тогда на президиуме ЦК как называли тогда политбюро было все законно соответствовало уставу партии а оставление Хрущева в должности первого секретаря и наоборот вывод из президиума несогласных людей Кагановича и так далее было нарушением закона и второе что еще более важно все в чем обвиняли Молотов я читал его тезисы на этих заседаниях и прочие оппозиционеры якобы в чем они обвиняли Хрущева Хрущева в октябре 64 года предъявили второй раз дословно то же самое то есть семь лет Хрущев продолжал делать то что он не имел права и вгонял нашу страну все более и более назад ведь несчастье для нас Хрущева в том что он не развил то положительное что сформировалось перед войной во время войны после войны а наоборот повернул страну в 20-е годы восстановление ленинских норм жизни но когда ленин жил когда какие нормы что это за нормы такие революционного времени да вот и он к этому попытался отвести страну я позволь себе рассказать то что вы рассказывали мне когда я читал ну я опять же не хочу эти имена называть я читал я никак не мог понять как это уголовники работать отказывались что же за Сталин тогда такой вождь и сатрап и тиран что он такое терпел а Юрий Николаевич мне объяснил что раз в полгода в лагерь приезжал и выездная коллегия суда местного работать не хочешь саботаж саботаж 58 да это статья 58 что вело за собой массу приятных вещей карцер и так далее и так далее и так далее вводили статьи за террор в местах заключения масса всего было приятного так вот Хрущев этих людей которые сидели уже по 58 которые были насильниками убийцами ворами расстрелями малолетних он их реабилитировал слава тебе господи да да и сделал героями борцами с кровавым сталинским террором террором подробно об этом есть великолепная книжка Галина Михайловна Ивановой посвященной истории ГУЛАГа там это все приподробно с цитатами из документов расписано Юрий Николаевич вот по репрессиям по ГУЛАГу что порекомендуете прочесть? вот эту книгу непременно больше ничего и пожалуйста не читайте Солженицына или читайте его в пятилетнем возрасте наравне с другими мифами и легендами народов мира да и вот значит получается как-то что особо он себя добрыми делами не запятнал к сожалению нет к сожалению нет но хотелось бы чтобы глава государства оставил по себе добрую память в делах в каких-то достижениях инициатором которых был бы он только он и никто кроме него значит тут вот приходит сообщение много очень сообщений приходит когда кого-либо из наших ставленников свергали получалось что деньги на ветер Николай матчасть учите и все будет хорошо вот когда вы выучите матчасть и будете читать настоящие исторические книги с носом ссылок с огромной библиографией где архивы фигуруют вы увидите как откроются ваши глаза потому что одна известная радиостанция и некоторые псевдо лжи телеисторики ну понимаете это здорово но не история все таки Юрий Николаевич да простите я вам скажу да конечно Юрий Николаевич действительно идея внедряться в третий мир не присоединившиеся страны разумная но нужно было поступать так как делали американцы американцы в этих странах Африки Азии Латинской Америки ставили на двух конкурентов кто бы из них не пришел в классе он был американским а мы выбирали одного обязательно диктатора который потом кончал не очень хорошо и вместе с ним кончалась наша дружба вот в чем была ошибка А как же он раздавал звание Героя Советского Союза да тому же Нассеру тому же Бербели Алжирскому но это была дискредитация звания конечно Никита не понимал что иностранец который отстаивает интересы своей страны не может быть Героем Советского Союза А если его сделали значит он проводит там про нашу линию такую что ой-ой-ой лучше бы его гнать Это кстати по аналогии вы сейчас об этом сказали я вспомнил что когда у человека я просто про другое не знаю но вот когда у человека российское и американское гражданство совместно когда ты получаешь американское гражданство я этот текст видел я его читал ты полностью клянешься в верности Соединенным Штатам конечно все кончаются отношения с нашей страной а все остальное это уже ты не вздумай это уже нельзя уже американцев он не покритикует и Америку нет 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 итак Юрий Николаевич Жуков у нас в гостях давайте сделаем попытку принимать звонки Юрий Николаевич будет отвечать на вопросы а вы продолжайте просылать пожалуйста свои вопросы в виде смс плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять четыре и восемь и на твиттер собака говорит мск в одно слово итак код четыре девять пять семь три семь три девять четыре и восемь здравствуйте пожалуйста ваш вопрос радио выключите и тогда у нас получится общение здравствуйте не могу да здравствуйте радио выключите пожалуйста да 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 алло да пожалуйста будьте любезны здравствуйте Юрий Николаевич вопрос да слушаю вас вы наверное про Хрущева ничего не знаете что он после разрухи вывел страну в космос запустил всех с бараков выселил он паспорта крестьянам дал вы это наверное не знаете да нет я вам могу ответить что Хрущев страну из-за разрухи не вывозил в космос запустил не он и Гагарина и спутники и так далее ну а то что он выселил из бараков посмотрите сегодня телевидение как люди кричат мы 20 лет в распадающемся бараке живем почему нам не дают жилье это люди со времен Хрущева там живут в этих бараках Юрий Николаевич все таки я бы 5 этажки вот жилищное строительство так насчет 5 этажек 1954 год по заданию главы правительства страны Маленкова Академия архитектуры готовит большую на три десятка страниц записку по поводу архитектурного облика зданий жилых и там приходит к выводу что необходимо отказаться от навесного декора по фасаду делать площадь квартир больше дешевле и все будет в порядке пока поднялась наверх эта бумага подписанная Мордвиновым президентом Академии архитектуры у власти уже был товарищ Хрущев и он эту записку положил в дальний ящик а вот спустя какое-то время кто-то ему напомнил и тогда это стало его идеей хотя идея это Маленкова тире Мордвинова это первое а вот что лучше всего люди помнят не о бараках а о выселении из подвалов это было в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции когда Хрущева уже три года не было власти а вот это все люди путают а вот что Хрущев предложил к 81-му году жить при коммунизме расписав в программе какого числа что будет бесплатно вот это читайте вот заслуги Хрущева лучше документы читать читать надо документы и книги исторические книги а не публицистические и так 7373 948 номер нашего прямого эфирного телефона здравствуйте радио выключите пожалуйста будьте любезны радио выключите да здравствуйте это Михаил Юрий Николаевич вы можете сказать сколько в процентном отношении сидело по 58 статье уголовников и политических извините ради бога Юрий Николаевич дал нам книгу и автор Галина Ивановна Галина Михайловна Иванова у нее две книги история ГУЛАГа а две книги история ГУЛАГа я думаю что наверное не стоит вы со мной согласитесь напрягать Юрия Николаевича цифрами просто каждый должен заниматься своим делом врач не должен строить ракеты нет нет Иванова написала книги занимаясь много лет этой проблемой вот к ней все вопросы зачем же я буду красть из других я читал книгу Галины Михайловны Ивановой первую часть да но это же фантастика просто пойди поспорь с этими цифрами попробуй скажи 50 миллионов 2 миллиарда человек не получается потому что у нее там все расписано 733 948 здравствуйте пожалуйста радио выключайте радио выключайте добрый день здравствуйте вы же не знаю нет я не буду я прошу прощения я прошу прощения уважайте нашего гостя выключайте радио как только вы дозвонились и сразу задавайте вопрос 7373 948 здравствуйте доброе утро доброе утро меня Андрей зовут у меня следующий вопрос вот один историк которого вы упоминали он постоянно говорил что осипель началась из-за того в частности что при хрущеве было несколько крупных восстаний заключенных вот я хотел бы чтобы это прокомментировали вы знаете осипель началась с иного она началась в 52 году в литературе с романа по новые времена года с пьесы Зорина гости с повести Эренбурга вот теперь это все было названо Хрущевым слякотью более того в начале 54 года Хрущев будучи первым секретарем снял с поста главного редактора журнала Новый мир Твардовского за то что тот написал поэму Теркин о том свете при этом не то что сегодня можно прочитать а самый первый вариант значительно отличавшийся написал и прочитал двум товарищам по поэтическому цеху кто-то из двух а может быть и оба тут же как говорится настучали и Твардовский потерял свою должность за что? за то что критиковал Сталина а еще раньше по требованию Хрущева секретаря ЦК сняли Константина Симонова с главного редактора литературки так же за то что он хорошо написал в газете о Сталине это вот по поводу миролюбца что касается восстаний простите опять же нужно читать книги Ивановой но восстания эти были уголовников и носили совершенно отчетливый криминальный характер а не политический а новочеркасска это другое это опять же то к чему Хрущев уже довел страну сначала он заявил хлеб всюду бесплатен я стоял в очереди Юрий Николаевич я в 53-м стоял в очереди за хлебом да а чуть раньше 61-62 хлеб в столовых ресторанах лежит за газе бесплатно ешь сколько хочешь а потом начались проблемы с хлебом сельским хозяйством и когда люди вышли с протестом на улице по приказу Хрущева по ним стреляли вот вам ваш миротворец демократ человеколюб гуманист борец со сталинским террором Сталин демонстрации не расстреливал Юрий Николаевич Сергей Коноплядников в твиттере пришло сообщение Солженицын включен в школьную программу приказа министра образования Фурсенко Фурсенко уже не министр образования и я бы на месте нынешнего министра образования не включал бы в программу школьную легенды и мифы Маори Африки Древней Греции в Перу Древней Греции обязательно нужно а вот легенды и мифы лагерей и мест заключения собранных и опубликованных Солженицем это же не исследование это собрание легенд и мифов лагерей Юрий Николаевич вы же мне рассказывали я вам просто напомню что в свое время бытовала идея издать архипелаг ГУЛАГ страница с Лева Солженицына страница справа как было на самом деле документы но не прошло это но не прошло кстати если уж говорить о том что такое архипелаг ГУЛАГ Солженицына почитайте что тогда в 60-е годы говорил и писал Шаламов отсидевший по-моему лет 30 в лагерях я просто всем рекомендую посмотрите что пишет Шаламов о Солженицыне а про Шаламов я всегда говорю Шаламов был убежденным тратскистом а он и не скрывал он не скрывал этого никогда он этого никогда не скрывал и вот Шаламов говорил что Солженицын близко не подходил ни к одному лагерю он не знает какая там была жизнь но он взял на себя право ее описывать и да что тут наделаешь да 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 так сейчас одну секундочку да ну хорошо да Николай пишет что Держинский предложил пятилетки это гениально а Хрущев предложил построить коммунизм в 81 году фактически то же самое нет 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 но это тот же кто это тот же кто там и прочим занимается да 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 я просто это как пример так ну да 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 мы с Юрием Николаевичем всех поздравляем с верным воскресеньем конечно же а что это такое простите праздник Юрий Николаевич не знаю не знаю не знаю и не поздравляйте я не верующий 7373948 ваш вопрос Юрий Николаевич Жуков пожалуйста доброе утро меня зовут Алексей очень приятно пожалуйста хотел спросить а Юрий Николаевич знает историка Ирина Крацуба и что он вообще о ней думает спасибо такого историка не знаю ну не знаю такого историка не знаю ее солидные основополагающие труды монографии где она бы что-то открыла совершенно новое в нашем прошлом сделала достоянием всего мира историков и читателей вообще ну скажем хотя бы написала какой-нибудь наверное о нашей современной истории труд с архивными материалами какой-то новый взгляд на сложности тогдашней конъюнктуры это не я это Аверченко я понимаю да это Аверченко понятно да да ну но много людей что-то пишет но не все кто пишет книги писателей и тем более историк конечно 7373948 здравствуйте задайте ваш вопрос добрый день Вячеслав да спасибо за передачу скажите пожалуйста основываясь на опыте историческом что надо делать сегодня чтобы Россия стала успешно конкурировать скажем с Соединенными Штатами Америки Начинать сначала с индустриализации страны которую по повелению Вашингтона у нас сничтожили восстанавливать тяжелую промышленность производство средств производства на их основе самим производить и автомобили и текстильные станки и электронное оборудование для самолетов которое мы сегодня покупаем за рубежом 7373948 Ваш вопрос пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте хотя бы неверующие но слава Богу наконец-то появилась передача которую я просто с нетерпением жду всю неделю огромное вам низкое спасибо и пожалуйста приглашайте его почаще Не-не-не-не это все спасибо Юрию Николаевичу Не надо не надо не надо Юрий Николаевич Юрий Николаевич радиостанции говорит Москва слушайся ее Спасибо Юрий Николаевич Нет Юрий Николаевич обязательно будет к нам приходить обязательно Юрий Николаевич будет проливать свет и просвещать нас по поводу новейшей истории нашей Родины потому как если не знаешь что сзади было вперед идти весьма и весьма затруднительно Юрий Николаевич огромное вам спасибо что находите время Спасибо что пригласили Это за этим дело не заржавеет А у нас сейчас новости а я прощаюсь с вами до следующих выходных Всего вам самого доброго До свидания Внимание Внимание Говорит Москва 94,8 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok